Индийская крылатка Речные белые полосы, хорошо различимые в частности и на выпуклых глазах. Широкий рот и толстые губы придают рыбе надменный вид. Самые необычные у крылатки ее плавники, из-за которых она собственно и получила свое название. Спинной и грудные плавники расщеплены на лопасти, похожие на длинные перья птицы. Над глазами и по углам рта кожные выросты, напоминающие листочки и пучки водной растительности. Рыба величава, то ли плывет, то ли парит в воде, изящно и неторопливо расправляя и складывая, словно веера, свои грудные плавники. В этих роскошных плавниках стоятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы очень болезнен. У человека яд может вызвать болевой шок, судороги и паралич, что лишает человека возможности выплыть. Индейская крылатка – сумеречный и ночной хищник. В дневное время обычно прячется под подводными скалами и коралловыми навесами. При этом она, как правило, переворачивается кверху брюхом. Свои колючие плавники с ядовитыми иглами выставляет наружу, чем делает свой сон безопасным. Крылатка с готовностью демонстрирует нам свой выдвижной рот. Аналогичный выдвижной ротовой аппарат, характеризующийся подвижным соединением верхней челюсти с черепом, есть и у более знакомых нам рыб, например, у карпа и трески. Вечером крылатка выходит на охоту. Ее главная добыча – мелкая рыба. При охоте она забывает о своем индивидуализме и часто объединяется с другими крылатками. Когда крылатка выбирает свою цель, она прижимает добычу к камню или ограниченному пространству, приближается достаточно близко с вытянутыми плавниками и быстро атакует. Кроме того, она может выбрасывать струи воды, которые вызывают нарушения в системе боковых линий рыб-жертв и создают небольшое течение. Это сбивает с толку добычу, заставляя ее двигаться прямо в рот крылатки. Кроме рыбок, крылатки охотно едят ракообразных, моллюсков и иглокожих. Половая зрелость у крылаток наступает в возрасте одного года. Половой деморфизм выражен слабо. Самцы чуть крупнее самок и имеют небольшое оранжевое пятно возле анального плавника. На период размножения, длящийся около недели, крылатки объединяются в группы из одного самца и до семи самок. Особи мужского пола конкурируют между собой и ведут себя агрессивно, но до столкновений обычно не доходят. Увидев соперника, они раскрывают грудные плавники и угрожают ему иглами. Обычно этого достаточно для отступления конкурентов. Брачные игры начинаются с заходом солнца. Некоторое время пара кружит, несколько раз поднимаясь к поверхности и опускаясь. Наигравшись, самка выметывает две студенистые трубки с икрой. Постепенно они заполняются водой и приобретают форму овальных шариков. В каждом из них содержатся от двух до пятнадцати тысяч икринок, которые оплодотворяются выпущенными самцом молоками. В течение 18-20 часов происходит формирование личинок, а через 36 часов они выклевываются. Эффектная внешность крылатки делает ее весьма популярной в среде аквариумистов. Автор книги «Морской аквариум дома» Дмитрий Степанов написал, «Несмотря на неприятности, возникающие при неосторожном обращении, крылатки были, есть и останутся одними из самых любимых и прекрасных обитателей наших морских аквариумов. И я не знаю ни одного морского аквариумиста, укол крылатки для которого явился причиной расстаться с ней». Из морских аквариумов индийская крылатка нередко попадает в естественную среду. Поэтому в последние десятилетия она активно заселяет новые места. Естественный ареал этого вида – Индийский океан и западное побережье Тихого. Сейчас же ее можно встретить и в восточной части Тихого океана, и в Атлантике. Если в Атлантике на побережье Америки в начале 1990-х годов были отмечены только единичные случаи в районе Флориды, то сейчас она распространена по побережью от Гаяны до Рот-Айленда и по акватории всех островов Карибского моря. Эта инвазия представляет довольно большую опасность для коралловых рифов. Крылатка чрезвычайно прожорлива и в новых местах обитания сильно нарушает сложившиеся пищевые взаимосвязи. Крылатка чрезвычайно прожорлива Крылатка чрезвычайно прожорлива Крылатка чрезвычайно прожорлива